Вот там, где мы ее начали. Вот мы стояли в тенях, вот тут тени. С росписями, стилем Берра-Рабера. Вот наше замечательное окно. А теперь посмотрите на наш главный фасад. Удивительный совершенно. И таких фасадов воздушных. Они были же два мастера. И Желярди Ильи Горьев, который был его учеником. Вернее, даже не самого Желярди, а Джованни Желярди. И его отца, Ивана Желярдина. И вот здесь, на французе, вы видите беремье. Это Гомеровская Одессея. Причем это единственный дом в Москве, где изображен вид, потому что краска этих людей. И именно на Базаре, в Горьеве. Еще один, посмотрите. Одессеи царь Итаки. Он только женился на Бреграфной Деремену. Для него родился Теремак. И Милла и Милла, и Милла, и Милла, и Милла, и Милла. Их уходит два фига на войну. Он не хочет. Он прибегает к хитрости и призваняет сумасшедшим. Он спрекает вола и осла. И разрыхляет землю и сеет сон. Но этот хитрый трансгадовый половин, который стал потом его врагом уже на всю жизнь, он кладет маленького запеленутого Одессея в эту бороду. Ой, Теремак, да. И, конечно, Одессея останавливается. И он вынужден идти на войну. Вот Снафина, богиня войны. Но самое удивительное, это возвращение Одессея. Вот эта часть, это возвращение Одессея. Он возвращается, когда в его дворце звучат кипары, там праздник, по-моему, уже вырос Теремак. Он уже взрослый юноша. Вот слепой, который лежал на кучу навоза. Вот посчитайте Камера. Он узнает Одессея по запаху. Он его не видит. Он не стоит. Он даже не может гаснуть. У него не спректи. Он изможден старт. Но он дождался Одессея. И он вздыхает на глазах Одессея. И здесь изображен Англ. Одессея течет слеза по щеке. Потому что он не может почему-то подать вида. Но там все так же хитро скрытено. Не может подать вида о том, что вот он Одессея. И тогда он просит Евриклею свою няню. Есть разные варианты. Еще при этой Еврике, разные варианты удавения. Он ее просит помыть ему ноги. И она узнает его по шраму на ноге, который он получил. Этот шрам у него остался после охоты на быка, когда он охотился на этих зеленых клонах на рыбарнах. И она ему поднимает глаза. Старая Еврикея говорит, что дитя, дитя мое, это ты. И он ей показывает, что не признавает. И тут есть Еврикея, и есть ее гардерс и возвращение Одессея. Великолепные медальзоны, великолепные теоретические модные колонки. И помните, я постоянно обращала ваше внимание на вот эти заветки, на наших карнинах, на наших витринах. Посмотрите, как перенести все из дома внутрь. Потому что работали над проектом очень профессиональные художники. Это был покойный имени Евгений Абрадович Розен-Дюм, у которого мастерская из Висяна, с которым масса учеников, к сожалению, не всегда могучих делать то, что делал в Висяке. И вот такой замечательный дом. А второй фасад, который... Дальше, вот дальше. Дальше, через 2-3 сентября, там дом, какого-то наездного цвета, это вот усадьба, там Викенково, Хархарово, но там в 1835-2022 год, где убили забыто. И когда там был райков Бархин, там на одной, на половине спины, с одной стороны, была Нарковская Розен-Дюм. Я не знаю, как вы печали. Это было. Нарковская Розен-Дюм. И можно возле каждого дома стоять, это бывшие усадьбы, все абсолютно, и во множестве, не во всех, но во множестве домов, конечно, еще есть хоть что-нибудь, но с семнадцатого года. Будем надеяться, что может быть это построение. Мы думаем, что тут еще вот напротив дома Дениса Давыдова дом бабушки Николой. Его снесли в девяносто третьем году и сказали, что нет денег, или собрат, он не нужен. И они сделали новодел а-ля архит, но это новодел. А там еще рядом мастерская Мусины и памятник Мусины. Это вот, если у кого-то есть литературных памятников, это рассказы моей бабушки, рассказы бабушки. И вот, когда вы почитаете, как вся наука Душкин в то время и Причистинга, и так одевались, и так танцевали, и как жили. Спасибо, что вы меня доносили так долго. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И оттуда находится футбол. А третий, оттуда, который приходит футбол, мы не увидим, когда родим футбол. То есть, этот оттуда, сегодня у тебя есть два трасса. Оно меньше владея находится футбола. Вот этот футбол, в нем все работают. Он называется «Стакан». Он очень худший. Он открывает футбол и футбол. Но стакан свечи не красный. Что особо интересного в нашей семье? Вот мы с вами находимся в этой части. Далее, как называется «Парага и Синька». Вот эти удивительные росписи на сцене. Посмотрите на них внимательно. Вы в Москве более эффективны. Это росписи в стиле «Ювэра Розе». Это знаменитый французский живописец, который казался в росписи сентиментализма, очень любил тему меланхозии и сентиментарного разрушения. О том, что это все свое. Жизнь нестатична, как будто это вода. И эти моды, которые несут здравым путешественникам. И наши имена, может быть, остаться на надпорных сквитах, которые тоже зарастут в травы и не помню. То есть все пройдет. И все разрушится, как вот эти замки. Все разрушится, как эти удивительные строения, которые напоминают дедов, как в своем, как теперь говорят, дизайне. И артичную архитектуру. И, по сути, ловцы. И вы знаете, ну вот он. Он был чрезвычайно популярным в 18 веке в лесу. И вот это мода на руине. И вы знаете, ведь руины делали специальный факт. Строили состаривание. И в этом преуспел дедов Готарда Гонза, как Павловский. Он так состарил там башню, что собака билась в эту дверь нарисованной. Потому что было даже такое понятие, как руины новостройки. И вот кто-то из очень известных архитектов, ну и королянского архитета, основный перевод, руины новостройки. Вот руины – это то, что остается. Ну и это пройдет, и мы пройдем, и вообще пройдем. И останется только вечность. Никто не знал, как она выглядит, эта вечность. Ну это было такое направление и в поэзии, и в садовом дереве, в садоводстве. Поскольку сады – это тоже зеленая философия. И в России есть его полотна. И королинал был как раз и привез Николай Ильич Русупов, а не в Архангельске. И когда он уже после пожара 1812 года в Архангельске заново отстраивался, он построил северный и южный ровер во дворце, который, кстати, уже архитектургенов, как они говорят, он скоро можно будет его посещать, специально для его полотна. Но почему-то в России, хотя Павловский, его полотна просто не садов, но в России очень-очень любит свой северный. И вот наш дом, я еще раз повторяю, это не дворец. Это просто жилая городская усадьба, которая называется «Хрущевых Селезневых», потому что первым владелец после Хрущевых был Селезневых. Но очень было важно то, что у нас есть росписи, где даже дворцовые, но обычно рисовали то, что хотел видеть хозяин. Он любил поэзию. Он не писал стекла, но он ее любил, и по-своему понимал. Ему было грустно, он понимал, что все пройдет. Хотя здесь необыкновенно весь сидели, здесь очень вкусно готовили. Кстати, я хочу вам сказать, что никогда не готовили вдруг. Вот когда вы приходили на бал, допустим, мы не по-западу, у него не было по-западу гастрономизм. Готовили, мы ее подвели, а вон он где-то, и они захотелись подвели. Вот. И перед вами здесь вот сидит Садово-Парковая такая структура, это Этерпо, Вадимя Альевича, для древних артических поэзий. Вы знаете, ну она, конечно, Садово-Парковая. Но почему у нас это не по-своему сидят саду? Да? Дело в том, что именно ведь виден Пушкин в академии его стекла. И с них были сделаны люди, они очень нравились. И члены Садово-Петербурга специально по нашей группе, это, естественно, было плачено, что они сделали музыку на Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге. И я еще хочу обратить ваше внимание на наших замок. Мы их очень гордимся. Занавеси не сохраняются вообще как правило. Их почти нет. Их их сохраняется, но очень плохо. Занавеси много сохраняются. Вообще до 1800-го, до пожара. Вообще, как таковой Занавеси в нашем современном занимании, но были экраны, а потом появляются Занавеси. В каждом Зане они не разные. Эти Занавеси сделала замечательная ЦСКАЯ, Занавеси в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге. Их пришло завтра. А вот у нас есть те, которые в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге, в Садово-Петербурге. Но если делать в Миссии, где он не получается, то, что он нечего. Потому что они были практичные, которые истинные стихи, которые я не буду на опору. И вот когда мы будем с вами ходить, я не везде буду уже обращать ваше внимание на наши окна, Ну да, мы в основном, мы посмотрите на наши окна. И даже в заново-Петербурге туда идем. Пойдемте дальше. Пэнкер 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И даже века Стихка выступала в свои дни, но вот это слово «чего-то, но карлашал». Почему? Она же была иконе Отечественной Деревской Божьей Матери, который был построен на Владимире и Новостоке. Дом наш сохранился полностью, это удивительный. Но вот он сохранился таким, каким он был построен в 1860-1860. Анфилата Коммерс на заканчиваемый дом. Затем Роскости Нальтина. Только отреставрировано, это не ново сделано, не заново сделано, а это отреставрировано. Высота потолков, даже двери, проемы были открыты. И вот когда в 1950 году решено, что в Москве музей Кушкина был, ну как же? Пусть он родился в Москве, но дом, где он родился, не сохранился. В этом доме Кушкин не бывало. У нас есть два мемориальных людей. Один наш сидел на Ромбахте, это самый главный, во второй ярус, когда это был самый высокий дом на Арбате. На втором ярусе Кушкин снимал это в детском мемориальном пространстве. Делён тоже в четыре месяца. И где-то он был счастлив, не только в том доме, там было два. И второй дом у меня открыли в этом году. Делён, действительно, Батмары. Это дом их дядушки. Восемь ребенка Кушкина, дядушки, ниже. Но останавливаются в 1826 году. Но нужно было очень другого. Которые буквы и под катюльцей, чтобы было. Нельзя лучше. Это дом Маскоп или Маскоп или Маскоп. Маскоп или Маскоп. Гораздо теплее. Гораздо чистки. По Маске. Маскоп или Маскоп, то есть у Маскоп. И в Москву, это строение, строительство Бюханов, оно тоже не такой выдержитый этот вопрос. Потому что как мы дали, только не для один бог, кто был Башар. По какой-то яру, Башар. Билан Гвашар назад. И вот это пространство, в котором мы сейчас находимся, это решило поделиться. Еще Гугин писал, что там, в старый период Камбан, совсем особый дом. Здесь был единый сад и огород. Было 12 огородов, здесь 98 садов. И жило вот здесь. Один сад переходил в другой. И видел, что сад в усадьбе был очень важен. Потому что здесь строили усадь, это усадь. Это не значит закрыться от всех напротив. Здесь все бывали и хозяин был, он всех бывал. Но свой мир. Жили одной семьей. Семья была большая. Тогда, кстати, кое-что еще. Который, кстати, был от старого руководства Францовича. Преображенского полка. Он был очень известен. У него были прекрасные игольные заводы. Но это позволили ему здесь строить. Еще и потому, что он был участником войны. И когда он умер, сначала в 14-м году в этом же доме. Он был уже 15-м. И все двери были в чате. Потому что они были в доме семьи. И когда приходили в поиски, они становились как бы членами этой семьи. И ни одного не было тайн. Нужно было войти в другую комнату. Даже стоя в комнате, где вы сейчас увидите. Посмотреть. И где подглядывали. Или что-то исчезло. Назвучить. Поэтому у нас сегодня с вами. Мы обязательно подсоем. Как мы сейчас расстроены. После этого, как я сказала, мы возвращаемся. Вы обедаете. И мы идем дальше. Здесь, и здесь, и здесь у нас вполне клетки. И тогда, вот, в прошлом плечи, вот, вот, в трех этих музеях. Мы стали какие-то музеи создавать. Но, в основном, такие же традиционные. Но вот я сейчас остановилась здесь не случайно. Вот эти четыре скула – это стулья, это просто стулья. Это усадьба Ольгова. Это усадьба в Димовском районе, я на самом деле всё. это усадьба по практике вот там поступили из корейского береза из корейского береза и в результате отдела у нас есть и последний раз это дерево называлось светящимся деревом потому что когда в корейскую березу падает свет она светит в этом матче и светильное дерево и очень тёплое и конечно отделано бронзы и рыбки и вот такая ниглема и поражается в сомневлевом веке где мальчина после реставрации была открыта вот эта вторая дверь а мы сейчас с вами готовим варенье ниглядь Спасибо. 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 ...Наминитый Парк Царского Села, парк воспоминания, парк мемориал, потому что есть и Гогульский, и Чесмеанский Обелиский, и Крымская Колонна, по которому он сейчас обязан Рекветринии Второй формианируетсяем, хотя он был основан Петровым. Он же назывался Царская мыза, когда при этом дворец построен для этих ну и для нас, конечно Харское село это главный царскосел как его называют Пушкин, который теперь стал бронзой и сидит на бронзовой скамье, но кроме этого это город, удивительный город, как писала Ахматова здесь столько лет подешено на детки ну и мои какие-то места есть это и Царское село это город это город Мандельштама это город Медлёвой Ахматовой и безусловно это город необыкновенно поэтичный и я здесь только по этой стены хотела обратить ваше внимание на несколько предметов. Первый это вот Старик Державе вот когда смотришь на этот фактик понимаешь, о чем писал Желуштель в своем знаменитом степотворении Старк здесь, который действительно Старик Державе и Робс хотя бы это смотришь это очень редкий портрет оригинал этого портрета находится во Всероссийском музее Пушкина на Мойке и по нашей просьбе было сделано очень хорошая копия этого портрета он крайне редко вот это знаменитый портрет Кантельна Пушкину через 15 лет здесь он еще без бакенбардов он еще отрок но он уже почти поэт он уже тот Пушкин который потом явится нам великолепный вот императорский фарфорный завод вот нас сейчас поспрашивают как же он теперь выглядит зайдите в магазин и посмотрите ну слава богу этот завод ошин который был Ломоносовским потом теперь вновь императорским но видите какая была бронза на фарфоре как они золотили и технология этого утрачена потому что сейчас если вы купите тарелку так же позолоченную то это так называемое золото сойдет ну буквально через очень непродолжительное время что очень важно Камера Новокалилея философия да и здесь же замечательный домик этот домик Вильгельба Витриха Теппера Детергюсона это был учитель пения в лицее домик сохранился вот мы сегодня встречаемся с вами 200 больше 200 лет этому домику он тут жил здесь в этом домике бывал Пушкин а сейчас в царском селе или потом его называли там детское село потом город Пушкин и вновь в царское село сейчас в этом домике ЗАГС хотя в своей жизни Вильгельт Теппера был очень несчастный и так мы с вами упали на домик и здесь у нас вот тут покажем мы покажем так конечно самое раннее как с ними детство это были античные плати это были плати с высоченной одевались но это коллекция перенитажа и коллекция садичных но не длинница садичных конечно это белье Виктория Альберна это кастюма Гальдера в прадежи у нас конечно это изантичных платьев это платье уборщик так мы забываем это убор оборота вот больше у нас таких платьев это называется научная реконструкция значит дело в том что эта скаль она абсолютно утрачена с те с в упыке на воде допустим с декор и есть для того что эти наши В это время замокнутый экран был оттален грудь розы. И частица грудь указывал, что грудь розы весь не пишется. Частица того показала на шелковое происхождение храгии, а вторая часть слова обычно указывала на место качества, то есть на то место, которое она приводила. Грудь нахуй, шелк и неахуй. Грудь нахуй, шелк и слави. Возле Пушкин езжает. Его очень быстрее было в Москве, в Москве, в Москве, потом уже возле лицейки. И 15 лет он в ссылках в Михайловском. Он учится после Китербурга и после лицейки перейдет. И наконец встречается в 1926 году Пушкин, по требованиям Николая Первого. Вот эта встреча знаменитая чем-то на дворце Московского белья. Но по традиции того времени приехать в город просто, если ты просто приехал, значит, ты не приехал. Ты должен был выйти на балк или появиться в сиатре. То есть такой выход должен был быть. И вот когда Пушкин появился в Москве, прошел в сиатре, у Марьи Ивановны Екатеринского военно-оружение, в барышни, как писал Вязевский, одевали свои лучшие наряды, и то и дело приглашали Пушкина в Мазок и Петербург. Вот эти люди, которые называются «Музыка», и «Музыка», и «Парах». Их делали из-за койка. Это «Музыка», когда лазло, в столе, в столе, в столе, в молотовом. Они очень дорогие. На баллы, там иногда под две, три, четыре, два. Их одевали на влажный чурок. И они знались очень быстро. Они были и из-за койка, а были и просто из шелка. Иногда пара атласных кошмачков, например, в Петербурге, в гостином дворе, могла стоить тысячу рублей, а корова стоила цвета. То есть это было очень дорого. И, конечно, цветы. Здесь могли быть и живые цветы. Есть целая наука о цветах, об украшении, декорировании, начиная с античных гостей. Конечно, главным, самым популярным был цветок розы. Это еще идет от древнего дима, когда димляне даже хлебные поля засаживали розами, потому что розами из роздела лежат знаменитые масла. Розами усилали ложи. То есть это есть целое просто направление. Если мы сейчас с вами углубимся в розы, мы забудем об архитектуре. Потому что я занимаюсь как раз историей искусства костюма, и именно якухи возрождения. Поэтому, если я сейчас начну вам это долго рассказывать, то мы не уйдем отсюда. Но единственное, что я еще хотела вам сказать, вы посмотрите на этот головной убор. Он очень интересный. Это тюрбак. Конечно, это была деталь, даже головной убор, допустим, или верхняя часть костюма называлась деталью театрального костюма. Это восточный головной убор. Он в России не прижился. Потому что у нас дома не ходили. Лучше в случае на палатках или в театрах можно. Дома носили червцы. Это было удобно. Там ходили. Но вот в Россию на тюрбан привезла журмана, достали. Она приехала, знаете, вот в Третьяковской галерее, ее знаменитый бактрет. Она в красном таком тюрбане. Ее называли Красная Султанша. Ну вот. И рядом стоит военный человек. В России военная служба была невероятно престижной. Вы знаете, что в военских семьях записывали просто и до рождения. Просто с рождением. Если было видно, что мальчик, тогда не было УЗИ, поэтому до рождения записать не могли. Вот. И военная форма была настолько красивой, в армии государства российского. И ею так родились. Ею передавали по наследству, что даже она делала саму военную службу еще более престижной, чем в каком бы то ни было другом государстве. Вот, говорят, грудь Телесова. Вы знаете, ведь шить много мундиров было очень много. И тогда шился один. А сюда, когда типа, складывали какое-то из шерсти, допустим, нечто вязаное, что согревало. Ну, типа без рукавки. Ну, душегрейка, наверное, такая вязаная просто. Вот он здесь ее носил. Со шпорами разрешали приходить только к усам. И то не всем. И то не всегда. Ну, тут у нас молодой человек в чулках и в туфлях. Но он вполне может, мы его допускаем с вами, он может с нами путешествовать по больной боль. А вот этого молодого человека. Владимир Телесова и Тайна. Вы куда считаете? Конечно, вот знаете, ведь помогли избивать с дикателем и четырех жилистов. Один был убеден из подруга. Причем, вы понимаете, что он не понимает, что это бывает с этими метрами, которые ненавязчивы и ненавязчивы. Это не брежные безыски, не брежные ненавязчивы. Вот, например, история о том, как Джон Брайон, первый, как вы читаете, там, где, как делалась перчатка. Тового перчатка, который у нас есть. Четырех делали три масла. Один масел делал ладушку. Один масел – четыре пальцы. Один масел делал указательный, вот этот большой палец. И так была выделковать эти договоры, чтобы наступали и читали ноги. И нужно было еще протереть немножко эти пальцы, чтобы чуть-чуть, но как будто почти дырали. Ну, почти, но они дырали. Вот этот треугольничек, получается, он обозначает, что это 1723. Потому что вода, она была лучшим перезалем. Ну, естественно, батистовые платки. У Денди 16 ватных платков в день он завязывает. Но она получалась неаккуратно. А вот чтобы вот так неаккуратно завязать, это очень сложно. Вот так завязать гораздо проще, чем неаккуратно. Это целая наука. И вот эти спущенные рукава, это мы смотрели фильмы, особенно английские, выглядели. Рукава эти спущенные вещи, особенно вот вода, если предупредили. Вы помните, как в поле вот вверх, вот тут все закрыто. И вот так вот верхняя одежда, вот так вот сползает, как бы, вот это вообще мода-то. Она пришла к нам в страну, но вообще она пришла и замуж. Это английская мода. И вы знаете, ведь главной обломанкой была Екатерина II. Она еще Вольтеру в 1772 году писала. Я каждый день занимаюсь три часа английским языком. И были очень модные вещи. Они назывались вещи англичанин. И когда в 1819 году Пушкин пишет, как Дэнди лондонский одет, это значит, что Пушкин очень хорошо понимает, что он вкладывает в это. Дэнди это и, во-первых, парфюм. Потому что ароматы появились не в России. Они были все приводны и мыла, и масла. И духи. Причем они были удивительными, эти духи. Есть сваконы, которым сейчас 180 лет. И там сохраняется такой аромат. Это невозможно. Как это было? Во-первых, и мыло, вот они были очень дорогими, но они были изумительные эти запахи. Естественно, что в основе это были цветы гранца французские. Откуда, собственно, все эти цветочные масла? Не провался. Но вот фиал были так. Вообще, хотя роза была модным цветком, ангир, да? Но самый любимый все-таки Василёк. Был Василёк. Его очень любил Крылок. Он очень любил литератиста. Он вздовствующий, моих родственников, папа. И, конечно, фиал. И вот сидели-то и ходили на бал. Потому что с ума не ходили. Единственное, что было так и на платье. Но для замуж, ни замужних барышей, ни жильчага, ни бриллианты, ни каких-то его драгоценностей были не приедет их никогда не открывали. И если барышня посмотрела себе это, она могла, как когда писали современницы Кушкина и Ермонтова, по-пустого русского, Её бы замуж просто никто не взял, если бы она так пришла. Обязательно платья были только два слуха. И никаких украшений. Только после того, как она становилась шаной, или уже была засватана, и уже после помолвки, она, может быть, могла здесь какое-то очень скромное количество. Но крайне редко, никто не вспоминает. А Ермонтов так написал. Она пришла в гирляндах, которые напоминали засушенные грибы. Как-то некрасиво было украшено её платье. Ну там про кого-то он пишет. Некрасиво было украшено её платье. Навряд ли она тогда будет выйдет замуж? И вот так решалась судьба. А на полах она решалась. Потому что где была знакомница? Ведь у женщины, если мужчины были на военном службе, на государственном, на дипломатическом, то женщина была хозяйкой дома. Она была хозяйкой гостиницы, у неё мог быть свой салон. Это зависело от её духовного мира, и от её интеллекта. В чём было принято рукодельничать без крюм. Вот в какой-то момент я считала, что рукодельная, рукотворная женщина, обладающая золотыми руками, она имеется центром уюта дома. Теперь вот мы с вами... Посмотрите вот ещё, пожалуйста, на наши занавесы здесь. Видите, какие красивые? Опять же, у нас из корейской берёзы студия. И сейчас мы с вами проходим нашу... Это центр дома. А вот это я обычно... Сколько нам разрешать показать? Вот это окно обманка. Это окно обманка. Знаете, как мы видим? Вот бегали, бегали вот и там, да? Они обязательно бегали без осны. И замирали, как это называлось, живые картинки. В ходе там, какой-то вечный бакин. А потом забегали на кульбище. Почему так часто постужались? Замирали милой горячкой. Что была милая горячая? Это грипп. Инклюенция. Вот. И вот это кульбище и окно обманка. И вот отсюда введен наш замечательный садовый табуё. Великолепно. 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 Мы туда с вами обязательно зайдем. Вот. Теперь посмотрите на этот наш потолок. В стиле арабеста. Потолок дивный. Здесь у нас и семья, и уточки, и цесарочки, и попугай. Вот у нас часто спрашивают наши зарубежные гости, коих у нас бывает великое множество, а почему у нас тут попугай? Ну он же был эзотический, он и израил. Потому что на потолке. Одна из самых красивых гостинных тоже нашего дома. Осторонного там есть сигнализация. Теперь я сейчас подойду и я вам расскажу в следующем. Вот это тоже такой дневной дургутуб. Это настоящая категория. Единственное, что отреставрировано, это сами сидения. Потому что 10 лет скаль, на которой сидят, не сохраняется нигде. Ни у нас, ни в Англии, ни в Англии. Вот посмотрите, во-первых, на этот сервис. Сервис в такой комплектации, в полной комплектации. Я не случайно на нём останавливаюсь, потому что это тоже своего рода архитектуры. Сохраняется хранитель. Это того Гангера, но уже не вердился. Который это уже не делает. Видите, сохранились не только чашки из блюдца. Внутри блюдца и чашки. И чайник, он же кофейник. А теперь внимательно посмотрите на то изображение на этих чашках. Точно такое, как почти, как на стенах в нашем селе. Мы как-то с вами заходили. Вы видели вот эти вот двери, одиннолькие, какие-то пустынные развали. А теперь несколько слов о «самоваре». Вы знаете, «самовар», когда говорили, что «самовар» теперь уходить не милит. Дело в том, что «самовар» появился не в Туле, а на Урале, где-то. И потом появился уже в Москве. А из Москвы он уже попал в Туле. Пушкин очень любил чай. Очень любил чайник. Люблю о чай, который определялся чаем, ужином, обедом. Чайник, вот у него много гастрономических разных высказываний. И Пушкин, этот «самовар» надлежал в семье президента российской академии художеств, директором в российской художественной педагогской художественной миниотеке Алексею Николаевичу Амитову. Мы к нему сейчас подойдем к нему ответу. И, по-моему, не менее приютно. Это «самовар» был. И пушкин чайник его получает. У этого «самовара» удивительное звук. Он очень долго тонится. То есть он долго созревает. И долго бьет, склеится вода. Потом он очень долго тонит эту воду теплую. И очень долго она не остывает. И все это время можно восстанавливать. И все это время можно отнесли. И вы знаете, когда пушен патит, то в семье оленевых, было тяжело запаять множество этого «самовара», чтобы больше никто никогда не помнить, не помнить чайник. А когда остаются ваши люди, потомки этой семьи, то есть прямые фрактора правды, они с ней должны подойти к нам. И рассказали это семейное предание. «Самовара» «Осторожно! Вы же находитесь в музее. Все пальцами показывают. Взрослые же люди, миленькие вы мои. Ну что ж такое? Вы не смотрите. Пожалуйста. 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 Сейчас я хотела вам показать шишечками. Шишечками подокрываю. Шишечки. Вот сюда? Да, да. Буду уже. Вот я замолчу. А вы только посмотрите. Я не могу пока посетить. Посмотрите. Самовар. Вот он видит Галай Жанровей. Который так похож на Волькреера. Я вас не наведу, что нет. Вот посмотрите. Мы сейчас надеемся в музее. Ну, мы ее так называем. Мы в гостях и в гостях. И в гостях и в гостях. И в гостях и в гостях. Причем здесь есть одна комната, которая вас придет. В гостях и в гостях и в гостях. Посмотрите на это удивительно. То есть, вот этот, вот, осадом, как повезло на плечице. Вот, вернее, вот эта часть. Видите, здесь у нас совершенно замечательные трифоны. Ведь трифоны дивны. У них морда и крылья орла, а тела два. У них, согласно быть, в веки были удивительными мифотворцами, сказочными, придумщими. И все эти мифы, которые они нам оставили, они цивилизуют вот нашу литературу, наше искусство, нашу архитектуру и скультуру. И вот вы видите, эти трифоны, они сорожили золото. У них сорожевая. То есть, мы можем представить себе, что грифоны здесь появились именно потому, что они охраняли богатство. А в своей подвизе, вот, украшенный оболон непобед, украшенный лавнивым лимфом. Когда он, в этой подвизе, напряженный любезьями, поправлялся к этим удивительным гипербореям. Гипербореи. Бореи – это бог северного деда. А гипербореи – это народ, который жил за севером. Как писали, веки же не знали географию, в том смысле, как мы знаем его сейчас. Где-то за скидами, где-то далеко-далеко, жил этот удивительный народ гипербореи, у которых полгода было солнце, которые были абсолютно счастливы. Они ничем никогда не болели. И, как пишут в мифах, они убирали тогда, когда им надоедало жить, но никогда не жаловались по свою жизнь. Они были счастливым народом. И вот, к этому счастливому народу, богатством которого охраняли вот эти пенсионы, вот туда поднялся в окружении своих делишных мест аполог. И вот, конечно, поскольку здесь у нас стоит аполог, европейство было как-то считалось, что по назначению, и, скорее всего, здесь Аглая, Акаша, вот одна из многочисленных дочерей. Я никак не могу запомнить, но дочерей, конечно, было больше, чем сонарий. Ну вот, они на нас здесь мунифицировали. А здесь я, поскольку я говорила о баллах, я хочу вам показать очень важные вещи, которые на баллу будут пойти невозможно. Вот принимали пусы, пусы, пусы и пусы, что тут и не в реакции. И при ближайке они не давали олены. Блага олены, а леточку маленькой еще по-четному называли. Блага олены, может быть, как вы должны чили видеть, и столько весной высоты, и столько тонус выражений, и столько медики на ручки. Вот есть такая лайка. Точнее, как шелк. То есть, кожа выделялась, как шелковая талия. Вот это, если мне, обязательно, мы будем с вами как-то обмотать, или запомнить, это, может быть, что это такое? Если не назвать, просто, как бы, влачешь. Вот я бы вам, вот я бы вам, вот я бы вам, вот я бы вам, вот я бы сказал, что те ремниераторы. Вот они соживаются, вот это такие сила. А та же, все так почти, а не все так, И всегда, помимо вот этого удивительного партия, как я бы вам говорил, из имени, из бароматного, так, почувствую ароматного. И, у нас не будет, как-то, И на этом строительном рынке можно было купить какие-то трафареты. И вот видите, в великолепном свете решенка, это был по назначению этого дома. Сейчас эта экспозиция в этом пространстве посвящена последнему году жизни Тушина. Она посвящена книгам, которые были в его библиотеке, в его кабинете, когда он умерла на пути. И те же книги стоят у нас. То есть это не те, которые были на мойке. Те, которые на мойке, они находили в Институте русской литературы языка, Пушкинский дом в Петербурге. Но это те же издатели, те же переплетки. Все то же самое. Мы продублировали. Умирая, Пушкин обратился к книгам и сказал, прощайте, друзья. Но по назначению комнаты внутри дома. Это кабинет Александра Петровича Купчук. Такой даже редко. И вот посмотрите, какие замечательные вещи, которые здесь у нас будут. Во-первых, вы видите имплемацию в Вольте Харипщиков. Значит, здесь Вальтеров, причем они вверх пользуются. Значит, когда Вальтеров нет, значит, жизнь вон тем более видит. И два треугольника, вот, это одно можно как-то на другое. И здесь, вот, опять же, какой-то маленький амур. И это даже не Брифону, а это даже не Пегас, а просто Лошади, в которых есть Крылья, но при этом в постыках морского конца. И это тоже, наверное, какой-то веческий миг. Может быть, эти, это не Моски, Пегасы, может быть, они служили в свете Посейдона, морского царя или Нептуна. Вот совершенно замечательные такие изображения. Кстати, очень тоже распространенные. И вот эти ленточки, видите, они у нас были на какие-то те, вот, наши ленточки, которые сделаны одновременно и как стеллажи, то есть как опороны, но вместе с ним по своей стилистике, они выдержаны в духе миги в Кушкинском времени. У нас очень красивые ленточки, это немецкое оборудование, которое было специально разработано, я думаю, вот, вот, лети у Кушкина, и сделано. Ну, конечно, и два дела у Кушкина. А вот в культуре, я не буду подходить, чтобы вы там унестились, там посредственная маска Кушкина, вот, как вы знаете, как делали посредственную маску? Закладывалась на лицо беленька, и потюнки, и не позже, чем через час после смерти. И мастерство скульптора заключалось в том, что вы поднимаете ленточку, когда распадалась вот маска на две равные дури, соединить эти две части с этим окном, чтобы сохранить выражение лица. Вот, посмотрите, мы находимся в последствии. Это, вот, по философии, того времени и мироощущению, это продолжение сада внутри дома. Посмотрите. Здесь изображены, как говорят, флористы, садоводы, садоведы, садолюбы, очень редкие сарта пионов и роз. И так как Москва очень зимнее место, то было приятно на это смотреть. Вообще, вот, это такой тоже античный стиль, пантеон, вот этот круг, это называлось око пантеона. Обычно вот в Павловском брате тоже есть, но там застекленное, да? Но все равно круг обозначал око пантеона, как бы в античной архитектуре. Почему у нас с вами здесь темно? А дело в том, что ведь каждое пространство архитектурное, оно посвящено в нашем музее тому или иному произведению Пушкина. И эта комната, этот зал посвящен пиковой даме. И потому что пиковая дама, то это всегда тайна, это всегда проигрыш, это судьба, это неизвестное будущее, мы всегда этого боимся. Но еще по назначению этой комнаты, это парадная спальня. Вот видите, альков здесь, это вот заштуривалось вот так вот, и кто-то здесь бегал, а кто-то мог и спать. Потому что вот так жили, и могли уснуть кто-то мог, но парадная спальня, это естественная спальня театра. Ну это утренний туалет, а кто-то тебе в бой. Но это у короля солнца было разрешено заходить, вот там податель пряжки, туфли с пряжками, да? А кто-то подавал туфли без пряжки, подпостельничать, да? Ну это понятно. Но присутствовать при туалете было почетно, но так как Александр Петрович Хрущев никогда не был королем солнца, и не было таких ощущений. Но здесь я хочу вам показать параде Натальи Петровны Галицыной, урожденной лицей. Удивительная совершенно женщина, пять императоров прожила, пережила. Она только при императоре вставала, да и то не всегда. Вот, но вот эти все карточные легенды, это в большей степени ее легенды о ней, чем на самом деле. Вышли ее воспоминания несколько лет назад, ее дневники и письма, и там она замечательно пишет о своих путешествиях. Она же и родилась-то за границей, и очень любила английские сады, тоже вот знаменитый Блендхейн. Бленден, это парк Герцега Мальбора, который сейчас ведет этот сайтарей. И по этому подобию она устроила свою городню в Калужской губернии, от нее сейчас ничего не осталось практически. Или как она писала в своих дневниках, городна. И там она сделала Наташину деревню, у нее была, например. Она очень заботилась о крепостных, и они очень ее любили. И известно, что потом, когда вот после 1861 года падения крепостного права, крепостные не хотели покидать городню. Потому что у них в среднем жилье было, как хрущевка наша, сейчас вот метров 30, ну, на одного. Ну, примерно. Даже сейчас, наверное, такого нет. Мне очень нравился знаменитый Кьюг, он тоже. Все парки, вот Банги, которые я называю, у нас мы говорим, вот здесь было то-то, а сейчас вот это. А здесь так все, как было, так и осталось. Единственное, что могут владельцы свиниться, потому что многие наследники сейчас не могут оплачивать. Это очень дорого, уход за этими. Но в принципе, все и кому принадлежало. Хочу обратить ваше внимание на вольтеровское кресло. Вот это кресло настоящего, 18-го века. Вот так вот, когда пишут, если делал он в вольтеровском кресле, или принимал он в вольтеровском кресле. То есть в вольтеровском кресле обозначало очень удобную прямую спину. И кроме того, вот эти вот загнутые, значит, уши ангела. Ну, как бы ангел слышит, как тебе хорошо в этом кресле. И здесь у нас виды Версали. О Версали я уже вам говорила. Ведь Версали есть один секрет, философский секрет этого роскошного парка с его партерами, фонтанами. Когда садится солнце, это мог только Андрей Ленотов, архитектор Версали, придумать. Все лучи его сходятся на дворце. А во дворце кто? Король солнца. Вот эта солярная, солнечная, такая центробежная какая-то вот философия. Яд солнца, яд, король солнца, яд центр вселенной. И вот это очень нравится. Хотя, конечно, у них очень плохо с водой. Потому что, например, когда Людовик XIV показывал, у него вода просто так не брызжала из фонтана. Это у нас вода всегда, пожалуйста. А он только когда приближался, то там сидел кто-то и включал. Потому что вода была на вес зорда. Но мы многое оттуда позаимствовали. Вот Петербург это наш ответ Версали. То есть ответ Петра I в Версали. Конечно, ему было где-то легче строить, потому что вода. Но где-то, конечно, и сложнее, потому что все архитекторы были выписаны. Конечно, не было, наши это построить не могли. И вот еще, вдобавок, что вот парк это рай. Вот Елисейский поляк. Это изображение 18 века. И весь его, да? Это рай. Потому что вот когда умер Николай Михайлович Карамзин, драгоценный для россиян, памяти которого Пушкин и посвящает Бориса Годунова. И, кстати, он же жил в Оставьево и там и писал историю государства российского. Оставьево когда-то был нашим филиалом, но очень давно уже самостоятельный и очень успешный музей. То писать Николай Михайлович Карамзин отошел в Илесию. Вот. И это вот были Елисейские поляки. Вот все, что находится за оградой усадьбы, это реальный мир. А вот все, что в, это идеально. Вот у нас цветы, вы посмотрите, у нас око пантеона, у нас селезни, попугаи, канонейки, у нас здесь все. И даже щеглы, у нас, правда, их нет, но вообще в детских комнатах, вот опять о детях, жили в клетках щеглы. И было очень много всякой живности, ее очень любили. Как в свое время горностайи бегали, да, по итальянским палацам. Считалось, что они приносили богатство. Ну вот я вам тут все рассказала, но в основном поэтому вот здесь ширма стоит. Ну помните, там Кушкин пишет, что Герман был свидетелем ее планета, как она растевалась, как под золотым дождем ее шпильки, ее старое тело тут. И здесь стоит еще, вот прикасаться нельзя, ломберный стол, настоящий. Вот это зеленое тут, но ломбер, это испанская гадочная игра, трудоназвание, и 18 века в гранцузской мебели. Вот там такой мебели играли, но там у нас проходит эгумизация. И пистолет, это если проигрался, то все. Дреляет, даже проигрывали, не просто, на это состояние. Это открытие памяти, когда отходят от него щиты. И вот шел дождь, и вот здесь на балконе сената императрицы. И вот этот зал у нас посвящен замечательным людям 18-го лета. Поскольку Кушкин родился на стыке в 1799-1800-е, мы решили, когда уже была приведена реставрация, сделать такой зал. Я, конечно же, географию, что мы вам рассказывали, но некоторые очень знаковые портреты, вот эти лимнии, я вам все-таки расскажу. Первое, на что бы я хотела обратить ваше внимание, на наши светильники. Они все поняли. И единственное, что не соответствует тому времени, это отсутствие свечей, естественно. Они осовременены электрическими проводами, которые позволяют освещать вот на современный ваг наш дом. У нас, несмотря на то, что в музее литературный, полное название государственной литературы Кузя-Кушкина, у нас великолепная декоративно-куборная коллекция. Великолепная коллекция мебели, в том числе русской работы и западной европейской. Именно Альпира и Масицын. У нас прекрасная коллекция живописи и поклепленных, великолепная коллекция, конечно же, русских. У нас при жизни, где есть дарительные, дарительные, вермонт, когда Некрасова. У нас есть и жизненные считания державы. Чулкова. Николай Иванович Новиков, чей последний, вот, и его журналы, и всякое взятие, и дарительное, и дарительное, и дарительное, и дарительное. Это 1750-1878. И одета наша в нашей группе, наша физическая коллекция, начинка этого времени, и дарительного, и дарительное. Вот этот подъезд, он опять где-то встречали. Поэтому я вот не могу оформить. Здесь, видимо, Романова, Асова-Дашкова. Женщина-юбедительная, образовывающая, училась на образе Шарапина, и дарительный мир. Это работа художника, субботворясь, и училась. Ну, его звали Николай Иванович на русский манер. Вот Доминика же тоже в памяти Ивана Ивановича. Они все были любимыми на русский манер. И, кстати, все очень любили Россию, и тогда было за что ее безусловно любить. Здесь она совсем не старая, но вот было другое понятие возраста, другое себе ощущение. То есть человек выглядит так, как он себя ощущал. Вы видите, она здесь в русове в своем загородном доме, он ее изобразил, она в сын. Ее заслали, она обижена, она рассержена. Она не следит за собой, она не чувствует себя кавалерственной дамой при императнице Екатевине, она в капоте. Вот этот халат, он мог быть и капот. Это могло быть такое домашнее, в понток, ну, как халат. И вы знаете, дело в том, что халаты настолько были почитаемы в России, что иногда на них даже один авертик. А вот вы видите, она с орденов святой Екатевины. А мужчины вообще имели право еще с 18-го века в халатах применять даму. И не только даму, но вообще посетителей, гостей, управляющего имением. Конечно, она на хроне книг изображена, но она рассержена. Но это было удивительное, 18-й век, это было удивительное столетие. Нет, ты не будешь загвен на столетие безумно и мудро. И Пушкин обожал 18-й век. Не только потому, что он чтил Петра, он очень любил Екатерину. Мы о Екатерине сегодня еще поговорим обязательно. И вот я хотела еще обратить ваше внимание на эту мебель, крашеную. Видите, это 18-й век. Эта мебель называется не красная. Это не красная. Вот здесь техника марки 3. То есть, когда несколько пород деревьев использованы в инфруктации. А это крашеная. Это настоящая. Это 70-е, 60-е годы, 18-го века. У нас, конечно, немного такой мебели, но она у нас есть. И на Арбате, в доме, у нас есть из пологняного завода. Прямо изменения. Гончаровых, да. Тоже есть такая мебель. Вы можете посмотреть те последствия, которые вас заинтересуют. Я хочу, чтобы вы, кстати, обратили внимание на удивительно духовенную мебель. Во-первых, вот чрезвычайно любимый нами Александр Иванович Курасин. Вы знаете, вместе с Николаем Ивановичем Иисуповым, они же были едва ли не самым раздовольными людьми того времени. Дело в том, что они не только знали все европейские языки, в том числе и константинавские, и учились в Каментагенском и Лейденском языке, они были оброждённые чувства культуры. Они не просто вкладывали деньги, такого понятия нашего культуры, они покупали произведение искусства. И вот его знаменитая Надежда, которая, к сожалению, практически не сохранилась в этой имени, оно было под стать Ахангельским. Ахангельский – это культурный проект в связи с Николаем Ивановичем Иоцуповым, но оно сохранилось. Конечно, может быть, там не было такого большого английского парка, но только французский и английский парк – это точно. И, кстати, вот эта поэзия «Саду» – у нас была выставка, которую мы оставили специально для посещения вот по этому проекту. Она называлась «Сады поэзии» и «Поэзия саду». В 18 веке вышла книга, в конце 18 века, которая называлась «Стихи и надписи храмом, аллеем и просиком ангельского парка блестящего князя Айзиана Борисовича Туната». Представляете, у него же была аллея разочарованная, одежда, там, просика вспыхнувшей страсти, дорожка грешника. Ну, в общем, там были совершенно замечательные названия, и, кстати, он же был представлен и был знаком с Мариан Туанеттой. И когда вот случилась сказка «Мариан Туанеттой», он был страшно потрясен. У него тогда в имени были даже гемемориальные вещи, которых вообще в России больше никогда не было, и они, естественно, исчезли. И он построил маленький храм, вот в садах, это всегда напоминание, воспоминание, храм, память, как его крепостные назвали, Мариан Туанеттой. И, кстати, они очень любили этот храм, ходили, и он был православным, хотя она, естественно, была представительницей французской церкви и французской церкви. Сейчас мы с вами пройдем туда, откуда был ход. Это наш называется исторический ход, и когда у нас какие-то праздники и особые гости, мы открываем исторический ход. Вот в прошлое воскресенье водила не я, но позапрошлое мы открыли, потому что у нас нужно было, чтобы здесь было закрыто, к нам приезжают разные очень высокие гости иногда, и нас тогда перебрасывают, и это даже лучше. Ну вот мы с вами откуда сейчас будем продолжать нашу искусство. Видите, возьмите наш Атриум Аштида, это вообще-то ламп, в смысле, такой, как по позиции разгал. Ну, он очень веселся к нам, потому что мы, конечно, его немножко регистрировали. И теперь посмотрите на нашу искусственную двору, да? Это не мостик, что вы, что вы, это для тех, кто у чистый свет. Вы хотели показать, как вы видите, сделать то, что устроить в этих домах, вы не захотите, но он не решили. Два этажа. И этаж, вот, во-первых, антресур, да, вот мы видели антресур с вами, когда мы стояли в парадном селе, спрятанный внутри. Вот так, где три любоспечи. Но у нас, видите, где-то два этажа, а где-то три этажа. Вот это наш перегонин. Там обычно и жили дети, няньки, мамки, кормилицы. Вот. И наш дом, ведь красить, Павел Первый применил, все дома светлые тона. И, а после пожара 12-го года, когда, вот, как писал Лев Николаевич, Москва отстраивается заново, вот, какая-то такая подлепность в свете, в солнце, вот блок жёлый. Жёлто-кремоватый. А вообще был ещё дикой такой цвет. Из-за такой серо-белый, ну, такой грязно-белый. Такой цвета молока грязного. Потом был ещё такой крем-пруле тоже был свет. Ну, в общем, они все были то, что сейчас бы назвали пастельным тонком. Но мы сейчас с вами стоим, вот у нас на стену стоит полосы, сферная школа. Когда-то этой школы, конечно, прислёпли. Когда мы сейчас с вами только смотрим на неё, а вот когда мы смотрим эту культурную революцию, там танцуют, знаете? Вот тут они танцуют. А теперь мы с вами пойдём уже. Соколь. Соколь в 18-го века. Соколь сейчас выстрелит в 18-го века. Соколь подлинный. Мы его не слышим, а вот на 18-го века. Соколь в 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 18-го века. Сейчас я рассказываю о нашем садике. Дело в том, что мы единственный садик, который сохранился на красной линии, ведь город наступает. И, конечно, особенно за 200 лет он растет. И он как бы выдавливается. И, тем не менее, наш сад остался в городном городе. Он находится на улице. 42 квадратных метра по Печищенке. И 32, даже 31 с чем-то, по Чертольскому переулку. Сад этот был больше ровно на эту школу. Значит, там находился замечательный храм. Его называли «Спаса нерукотворного образа» или «Спаса Божидомский храм». И свое начало он ведет в 1685 году. Это Марфа Матвеевна Абрасина, вдова царя Федора Алексеевича, брата Петра Алексеевича. Этот храм, он был первоначально деревянный. Это был четверик на восьмирике с одноглавой купольной. Потом был пристроен Параскевой Пятницей. И назывался он Параскевой Божидомской. А вообще ведь здесь была скудельница. Что такое скудельница? Сюда свозили людей, которых умерших на улице находились. И вы знаете, что удивительно, по записям того времени, никого, вот как собаку, не зарывали. Ждали, что кто-то придет. И ледники были, ну как бы морковые. И когда храмы, как все сгорели во время войны, во время пожара, то по записям Хрущевых, по их книгам, по расходным, да, первое, что стали восстанавливать – храм. Еще дом не строили. А вот уже доски, память, ну все, что завозили, все шло на храм. Обязательно. Москвичи сами восстановили практически все те храмы, которые были сожжены. Но в 1930 году вышел приказ Сталина о том, что все храмы надо сносить и строить на них вместе школы. И вот тогда наша усадьба была уже, ну, на грани исчезновения. Потому что вот эта школа предполагалась, что она будет находиться на красной линии. То есть вот тут, на красной линии причислен. Каким чудом удалось спасти вот этот садик, это нельзя передать. Но они снесли храм, его взрывали в течение недели. Маленький храм. У нас есть фотографии крестного хода вокруг нашего дома. Вот по этой же брусчатке, по Чертольскому переулку. Вот здесь, где мы сейчас находимся с вами, находился грот. Обязательно в садах был грот, который обязательно, ведь это же было время, 18-й век, начало 19-го морских путешествий. Все путешествовали, путешествие было образ жизни. Вот эти письма русского путешественника Карамзина. Ведь мы все, мы должны были обязательно все увидеть, все узнать. И только тогда человек мог чувствовать себя свободным и духовно обогащенным. И даже живя в деревне же, строили какие-то копии вот тех замков, тех удивительных строений архитектурных, которые поражали твое воображение, которые тебе были нужны в повседневной жизни. Мы тогда снесли. Затем, когда рыли котлован вот этой школы, вот этого сада уже не было. Он был засыпан до кузбища землей. Но, когда все-таки было решено открыть здесь музей, и правительство пошло на это, то в течение полугода эту землю вывозили отсюда. И тогда открылся этот цоколь, и было понятно, что садик спотел. Школа эта, конечно, очень все непросто. Значит, вообще с 1938 года до 1940 года в этой школе была вторая специальная артиллерийская московская школа. Их было очень много, вот этих артиллерийских школ. И директором этой школы был Зиновий Ефраимович Крейн, замечательный педагог. Отец Александра Зиновьевича Крейна, который создал этот музей. Основал, отвоевал его, он был морским офицером военным, отвоевал. И до 1987 года он был его директором. Потом он заболел, и очень долго болел раком позвоночника. Он тяжелейшим образом умирал. И потом вот у нас менялись несколько директоров. Ну, потом вот у нас наш Евгений Анатольевич Бухатырев. Вот он у нас уже 24 года. Директор этого музея. А работал он в райкоме партии. Он нам пришел в 90-м году. Ребята, которые учились в этой школе, они все погибли на войне. Мы говорили, каждый второй, мы говорят, что практически никто не вернулся. А в 41-м году эта школа эвакуировалась на Урал. Сейчас, когда, по секрету, поскольку вы очень хорошо слушаете, я вам скажу, что когда шла реставрация 203 из Пушкина, и рылись котлованы под новое наше фондохранилище, мы надеялись, и Юрий Михайлович, что-то не возражался внести школу по его хроникрамму. Но в этой школе кто учится, чьи дети, мы не знаем. Но, боже ж, бать, что тут началось. В общем, было понятно, что школа уродливая. Вот уродливая. По сравнению. Да, нельзя ничего с ней сделать. Это английская специальная школа 17-28. Раньше здесь был музей еще Грибоедова, правда, вот литерату школьный. Есть ли он сейчас или нет, они нас даже не пускают туда. Вот мы, вы понимаете, мы не можем зайти, даже спросить о Грибоедово. Но мы благодарны этой школе за то, что она все-таки остановилась и на красной линии плечи. Дальше, значит, теперь вот об этом нашем павильоне. Этот павильон тоже стоил из Грибоедово и Грибоедово. И павильон садовый всегда напоминал усадьбу. Это был такой вот линеативный копия усадьбы. Тоже в ионическом ордере, тоже с колоннами. Вот. Затем здесь, когда умер Крущев, значит, этот дом перешел в Телевую. И Телевую в какой-то момент, это где-то 80-е, где-то 30-го года, они сделали путь, путь, для идей, для пироги, 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 для пироги. И в аренду был дан вот этот вот павильон. И здесь была семья, где решили что-то. Здесь была гуртишная Литинская со шляпками. И здесь фотография гуртишная Литинская напряжитель. И выход из этого павильона был еще один. Но это они прорубили. Даже когда это не скандировали, мы только делали это. Прямо вот напряжитель. И сейчас еще была Тамара Саадиевна и Мишин, которой 97 лет, которые все помнят, она развивалась в этом доме. И выселили их из этого дома уже в 1957 году. Поскольку это стал музей. Вот знаете, она была чуть недавно у нас. И какая-то группа, вот вам мы рассказывали. Вот ее привезли, и она была вот такая же группа. И это было постом всех из фотографий. Но после 17-го года, конечно, у Мишевича притеснили. Вот здесь было три коммунальные квартиры. Но что бы называлась квартира? Квартира называлась угол. Комната. То есть вот здесь жило три семьи. Это так они ищут. И гуляли вот здесь, в этом дворе. Вот этому дереву мы посадили в подсоздание его дом. И я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот очень интересный дом. В прошлом году мы не ходили дальше по причинам девичона. Просто мы не показывали нашу усадьбу. И когда мы на выборах, мы решили, что лучше построить конкретный дом и вокруг, чем у Кипи и вот по улице. Но я все равно скажу. Когда вышли от Эргельса, это была усадьба Лопухиных. Ее снесли, когда приезжал Ричард Мишкам. И поставили по ней за одну ночь снесли усадьбу. Денег на восстановление не было, никому было не надо. Дальше идут палаты. Вы помните? Палаты удивительные, это был двухэтажный дом. И когда в 1973 году началась реставрация, вдруг обнаружились воды вот эти вот, деревни, боярские там. И решили, что надо восстановить деньги дали. Восстановили. Дальше там еще Салтыковый дом, часть то, что осталось от усадьбы. Но вот этот дом удивительный. 1770. Он перестроен множественно раз. 1773 года он принадлежал Севолоку Севолокскому. Это отец Евгения Севолокского. И Александра. Это друзья Пушкина. Особенность Евгения Севолокского. Против 48 пиров. Это же зеленая лампа. Вот этот дом, усадьба была огромная. Вот она и сейчас имеет три адреса. По Причистинке, по Севолокскому переулку, которому они дали название своей фамилии. И дальше по Оскоженке еще. А вот спускалась до Ялуза, то есть до Москва реки буквально. Там было пять огромных домов. Был парк. Он был невероятно меломаном. Здесь проходили балы, концерты, констюмированные маскарады. Как писала замечательная. Бабушка Ельцова мы ее написали. Вот рассказы бабушки. Вы наверное читали все. Это изумительная книга. Она выходила в литературную память. Елизавета Петрова Ельцова. И записала эти рассказы ее вновь Дмитрий Благовоз. Это замечательная книга об Оскей Москве в русском времени. И жила она тут, через три дома от нас. И вот она писала, что они владели золотыми прилицами. И именно поэтому они могли себе позволить жить и в Петербурге, и в ответ в широкий дом. Но потом случилась очень странная ситуация. Пусть и пожары сидят, этот дом горел. И его стали называть. Уже все восстановили. А этот дом нет. Нет. И это место вызывали по горелым местам. Только уже в 60-е или 70-е годы купец Степанов покупает этот дом. У него здесь были меблированные комнаты по ботам. Он перестраивает его. Конечно исчезает. Герц. Ну это понятно. И здесь был какой-то яхтенный клуб. Но самое интересное здесь происходило в двухсотлетие со дня рождения Петра Первого. Здесь показывали разные политехнические декозные. Какие-то разные приборы, какую-то аппаратуру техническую. Я технический, абсолютно был грамотный человек. Поэтому эти приборы называют, и это не имеет смысла. Но потом отсюда они вехали в специально отстроенные здания политехнического музея. То есть это была первая политехническая выставка здесь. Потом здесь были революционные бои. Только здесь немориальная доска. Нет слева вас тут. Здесь немориальная доска. Здесь немориальная доска. А потом это здание получило Министерство обороны. Что там мы не знаем. Никаких вылеток. Ничего нет. Но там во дворе есть какие-то то ли остатки для береги какие-то. То есть это очень знакное место такое. Очень знаковое. Но, к сожалению, оно, во-первых, даже сейчас еще черты классифизма. Несмотря на множественные территории, это здание сохраняется. Но, тем не менее, вот с ним так произошло. Ну вот теперь мы идем с вами дальше и идем в наш поведро. Министерство обороны. КОНЕЦ 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 ПРОМ mat КОНЕЦ КРИКЛЕС Сさん КРСК В этом доме с 1830-1835-й жил Николай Слович Агнус. Он был членом Союза Благодетского. Он был генералом, участником войны 12-го года. Его портрет висел в этой знаменитой военной генерии и в Дельнего дворца. А женат он был на этих линиях Родецкой. На сестре Маши Родецкой. И Пушкин в 1825-м году пишет, когда он работает над Борисом Годуновым, он пишет Вязинскому, «Моя Марина, славная баба, вылитая Екатерина Орлова». Вот он с нее как раз перерисовал в это время как раз прожили Екатерину Орлову на рукопице своей. Здесь жил, были потом визбированные комнаты. Здесь была какая-то очень красивая лестница, которая не сохранилась. Была очень интересная роспись на потолке, которая не сохранилась. Там не то фонд мира, не то там какое-то шахматное объединение. Я не знаю, что там такое сейчас, но вывески, как правило, вот почему-то в этом районе очень редко вывешивают. Но я хотела сказать, что там жил Исаак Левитак в этом доме. А в 1915 году, да, а вот после, где-то в самом конце 19 века и в начале 20 века, здесь жил такой Морис Филипп. Этот Филипп был купцом, был он сидящим, но он был прекрасным коллекционером. Он коллекционировал голландскую, фламандскую живопись. В общем, был очень состоятельный человек. И учителем домашним у него сына был Борис Леонидович Костюманов. И вот когда, и он даже какое-то стихотворение писал о фонарях на пречестинке, он писал об этом. Здесь о каждом доме практически можно рассказывать, и это абсолютно, вот почему вот тут Пушкин не жил, а мы тут открыли баба. Мы открыли. Это Пушкинская улица. Здесь миллион домов, где бывал Пушкин. Другое дело, что он не бывал в этом, но он у него проходил, это однозначно. Ну что за люди такие? Ну и не бывал. Ну это разве зашел? А может он зашел? Ну я не утверждаю этого, поскольку я не привыкла. Вот просто мне так хочется и так говорить. Люди приходят на искусство, и люди тебя послушают, и ты не имеешь права говорить то, чего ты не знаешь. И вообще это высшая форма невежества. Говорить то, чего ты не знаешь. Теперь мы пойдем, мы едем отсюда. А вот когда листья бежали у нас на траве, то было такое впечатление, что наш дом отражается в этом вот клумбе. У нас клумбе раскрутили. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 А вот памятник этим ребятам, да, с телевизитом, и вот здесь заканчивался наш садик. Вот на сколько? Ну, на половину. На половину. Да больше стоял. Ну, нет, 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 но он где-то там. Опять. Стоял дом, которым вы не попали. Да, Егор, а ты будешь там? Да. Я же совсем не обещал. На месте этого дома, вот, это, доброста, такой модел, это всё, что я не чувствую. Действительно этот модел. На лестнице, когда нам поделки, люди, молодые, они тоже в 아стязовской протестировали, что стоят, какие-то большие вещи в Аск baik-брес. А вот здесь как раз у нас дом смотрится? Да. Вода для, эти липения есть. Ну, лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд-лёд, Но все равно выкрепился черточкой, но это понятно. Здесь была Большая Конюшина, потому что здесь была Конюшина Слобода и Староконюшиный переулок у нас так и остался, он всегда был, это была Большая Конюшина, но он гагаринский, потому что от 20 дома по гагаринскому до 27, но теперь номера, располагались, находилось землеводение князя Гагарина. Кстати, он был таким очень любимым масоном, он же основал орден Белого Орла, а вот посмотрите на этот домик, желтенький, замечательный, это один из адресов Павла Мончина-Щехина, здесь две недели с 1832 года здесь прожил у него курс в гостях, это же он отсюда писал, что здесь у него не дома, а где стал еще и роман. Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok